Всем добрый день! Сегодня у нас в гостях писатель, философ, поэт Артур Амиров, автор девяти книг. Артур, о чем бы тебе сегодня хотелось бы поговорить? Во-первых, хотел бы поприветствовать своих зрителей на YouTube-канале, да и всех людей нашей великой необъятной страны с замечательным праздником, священным для каждого россиянина, Днем Победы. Мне бы хотелось пожелать людям здоровья, долгих лет жизни и всегда такой светлой памяти для тех, кому мы обязаны тем, что имеем сейчас. И в связи с этим мне бы хотелось прочитать свое стихотворение о Дне Победы. Позвольте, я зачитаю. Произведение, стихотворение написано с моей еще не опубликованной девятой книги, под которой мне хотелось бы прочитать Дню Победы. День Победы. Великий день Победы нашей над злом нещадным мы храним, за жизнью полной света чашей дедов своих благодарим. И вновь приходится стоять сейчас сынам Великой Руси, вновь за тебя, святая Мать, ведь победители мы в сути. Врага сразим без сожаления, подняли мы большую рак, и капли нет в нас, и сомнения, Россию должны защищать. И пусть снаряды громыхают за Родину, и за всех нас солдаты страх в себе не знают, Россией гордо реет стяг. Пусть знают, что нам лгать не нужно, твердить одно, а делать нет. Не можем мы всегда послушно глушить нам данным Богом свет. У нас в душе открытой миру, мы нараспашку просто так разделим сердце нашу лиру, что живо в праведных умах. Но не позволим мы топтать свою чизну, кто так хочет, ее завидуя отнять, мы не позволим, враг не сможет. И будет Родина в веках, Россия наша красотой, той, что живет у нас в сердцах, обитель для нас светлой. Эмир Ваттур из неопубликованной книги «Видения девять». С уважением для тех, кто попал в Великую Отечественную войну. Мой дедушка и его брат погибли. Мой дедушка и его родной брат погибли, отца и отец. Мне папа говорил всегда, если бы у меня был бы отец, но я его практически и не видел с пяти лет, потому что он на фронт так и не вернулся. Поэтому вечная и светлая память защитников нашего Отечества. Артур, есть ли у тебя стихотворения, посвященные нашей республике, Нальчику? Вы знаете, Олимда есть. Можешь прочитать. Да. Ну, я вот как и в тот раз, когда он давал интервью о городе воинской славе, о Нальчике, я посвятил его всей Кабардино-Балкарии, потому что для меня это одно целое. Я не разделяю Нальчик и все Кабардино-Балкарии. И сейчас же вот я написал за Нальчик, звездам слышен. И посвящаю его тоже, я немножко волнуюсь, конечно, но как и всегда, посвящаю тоже всей Кабардино-Балкарской республике с величайшим уважением и любовью. Нальчик звездам слышен. Нальчик песни звездам слышен. Шелестом, поющим к ним, листвой. И орлом парящим мир увиден. Он в кружении своем над высотой. И от Нальчика по всему свету видно счастье мощную подковой гор окружают, что его так мило и притягивают. Изумлено взор. Утром Нальчик плечи раскрывает. Образом сосрука, что явлен тем богатырем, что вдохновляет волей каменной, с которой сотворен. Эльбрус тот, что говорит о чести Нальчика возвышенных начал. Вершина двуглавая в выси мощью гор сверкающих кристалл. Множество его озер в сиянии, но средь них есть пять без дна. Нежным цветом небо гладит, словно яркая прозрачная звезда. Скакуны породы гор сильны верховой езде на всем скаку, пролетают, распуская гривы. Нощи в своих видно на его углу. Добрый и прекрасный Нальчик, чистый в твоей душе луга. Для меня ты вечно будешь молод. Ты родной для нас на все года. Я сказал в начале ролика автор девяти книг, но девятая еще, я так понял, не опубликована. Нет, и восьмая публикация у Виктора Николаевича Корпирова. Но мы ее в этом году увидим. Я думаю, с Божьей помощью. На следующий год точно надо будет. И в этой связи мне бы хотелось сказать, что вот я еще, конечно, вот сейчас восьмая книга, да, сбоку, и это вот девятый Дню Победы, если можно, да, вот прочитаю. Ну давай, давай. Я написал о сильном, мощном, очень бескорыстном народе России. Это то богатство, которое не приходящее, оно вечно. И вот я написал «Народ России», и хотел бы это еще, ребята, не публикованные книги, вот пока должна выйти восьмая, вам хотел бы сейчас зачитать на широкую аудиторию, чтобы это было слышимо, чтобы подрастало это молодое поколение. То, как нас учили, мы получили преемственность о чести и любви к ближнему, о твердости и делом сужения своей чизни. Также я хочу, чтобы современное молодое поколение вырастало на этих ценностях, на любви к своей родине, к маме, к родителям. Народ России. Народ России добрый и прямой, и сердце его честно открыто, он как один, и каждый в нем родной, намерение его в миру не скрыто. Кому помочь и поддержать не прочь, добром он воздает по праву сильных, чтоб трудности смогли бы превозмочь и созидать обитель лик мирных. Он гордость не приемлет перед светом, открыт душой и любит доброту, божественным своим предназначением поможет миру созидать к любви и стезю. С ним не приемлем огненный подход, ни зла, ни грязи, никаких овок. На равных должно идти с ним в поход, слова держать вне всяких оговорок. То есть это народ слова, мужественности и народ доброты. Все народы, все конфессии, люблю как одну, уважаю традиции всех культур и желаю Дню Победы, долгих лет жизни, здоровья молодым, уважения к старшим и любви к своей чести. Спасибо большое.